Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В эфире программа «Политэкономика для всех». Программа, вот, мне даже больше нравится, чем аналитика кризиса, хотя мы живем в кризисе. Вот в сегодняшней программе мы попытаемся посмотреть на этот кризис, в котором мы вынуждены жить, с точки зрения, ну, макропроцессов, таких фундаментальных сдвигов. Потому что не все же время вот у текучки тактики надо бы и стратегией позаниматься. И вот для этого уже практически наш соведущий, мой постоянный Валентин Юрьевич Катасонов в нашей виртуальной студии. Валентин Юрьевич, вот сегодня я уже разговаривал с Алексеем Кунгуровым, и вот с вами хочу поговорить на такую тему. Собственно, вот этот кризис, да, это страшное, ужасное событие, но оно так или иначе повлияет на всю последующую жизнь. Вот с точки зрения макропроцессов, структурных изменений, каково может быть воздействие этого кризиса на всю человеческую цивилизацию? Ну, безусловно, что кризис, он всегда меняет общество. Этот кризис в особенности. Ну, я бы так сказал, что в 21 веке это уже даже не первый кризис. Мы просто как-то переварили, пережили один кризис и даже не заметили. Я имею в виду даже не экономический кризис, а я имею в виду кризис, который идет под кодовым названием 11 сентября 2001 года. Ведь фактически Соединенные Штаты, вернее, не Соединенные Штаты, а мировая закулиса, которая в Соединенных Штатах увеличается глубинным государством, взорвали эти самые башни Международного торгового центра для того, чтобы организовать под флагом борьбы с терроризмом установление своего контроля во всем мире. Во всем мире Соединенные Штаты начали принимать экстратериальные законы. Соединенные Штаты организовали борьбу с так называемым международным терроризмом не только на своей территории, но и масштабы всей планеты. Это очень был серьезный шаг, и как-то мы его не до конца осмыслили. Но вот сейчас примерно такого же масштаба спецоперация под названием коронавирус. Ну, конечно, вирусы здесь лишь повод для того, чтобы запустить какие-то механизмы дестабилизации. Конечно, катализатором, мощным катализатором коронавируса стали средства массовой информации. Хозяям денег подчинены, подконтрольны шесть мировых информационных агентств. Они, собственно говоря, раздували и продолжают раздувать эту истерию. Собственно, создание вот этой атмосферы ужаса. А что такое терроризм? Терроризм — это, прежде всего, не убийство каких-то людей или какие-то отдельные взрывы. Главная цель терроризма — это создание вот такого ужаса, страха в обществе. А если люди пребывают в состоянии страха, такими людьми очень легко управлять. Вот сегодня мы наблюдаем как раз эту аксиому такого управления. Смотрите, что происходит в России. Валентин Юрьевич, вот мы пока еще давайте у США посмотрим. Вот мы с вами знаем, как работает американский политэстеблишмент. Ну, так бы получилось, да? Вот произошла какая-то трагедия на территории США. Американский президент, вот по законам жанра, должен выяснить, кто виноват, и примерно перед избирателями наказать, особенно в предвыборный год. Ведь так? Или я не прав? Ну, безусловно. То есть кого-то назначат виновным и будут бомбить. Да, да. Ну, вы говорите про глобальные масштабы, когда назначают там нарушителя прав человека или демократии и начинают бомбить какую-то страну. В Соединенных Штатах, конечно, Трамп, 44-й или 45-й президент Соединенных Штатов, это уникальная фигура. Он при всех его странностях и оригинальностях действительно не похож на предыдущих президентов, потому что он выдвинут на пост президента теми силами, которые пытаются остановить гибель Америки. Я не утрирую, я действительно говорю гибель Америки, потому что курс Соединенных Штатов является самоубийственным. Этот курс был заложен еще в годы Второй мировой войны и даже конкретно в 44-м году. Но мы с вами неоднократно вспоминали Бреттон-Вузскую конференцию 44-го года, на которой Соединенным Штатам Министерство финансов удалось тогда продавить свой вариант послевоенного мирового финансового устройства. Это так называемый золото-долларовый стандарт. Золото-долларовый стандарт, казалось бы, это давало особые привилегии американскому доллару. Наконец-то вот это неустойчивое соотношение двух валют британский фунт и американский доллар заканчивалось в пользу американского доллара. Но вот американский конгресс неожиданно вдруг отказался ратифицировать решение Бреттон-Вузской конференции. На первый взгляд кажется удивительно, как это так. Американский доллар может стать мировой валютой со всеми отсюда вытекающими привилегиями для Соединенных Штатов. Американские народные избранники блокируют эти решения Бреттон-Вузской конференции. Они прекрасно поняли, что это будет означать уничтожение экономики Соединенных Штатов. Я имею в виду реальные экономики. Они прекрасно поняли, что начинается трансформация Америки в финансовый капитализм. А финансовый капитализм это в конечном счете превращается в некого колосса на глиняных ногах. То есть есть финансовый сектор экономики, но нет реального сектора экономики. Поэтому ноги-то глиняны. Вот тогда не все это понимали. Но руководители компаний реального сектора экономики почувствовали эту опасность. Все-таки удалось продавить решение Бреттон-Вузской конференции. Но вроде бы лет 20 Америка не чувствовала негатива Бреттон-Вузских соглашений на реальную экономику. По той простой причине, что еще не успела восстановиться Западная Европа и другие экономически развитые страны мира. В 60-м году они уже восстановились. Значит, в этот самый момент впервые торговый баланс Соединенных Штатов сводится с нулем. Через год он уже становится отрицательным. Постепенно отрицательным становится сальдо и платежного баланса. Это означает, что теперь Соединенные Штаты могут расплачиваться стальным миром с помощью векселей, которые называются американские доллары. И вот где-то на стыке 60-61 года американские доллары начинают заполнять мировое пространство. Но сейчас-то Трамп будет кого-нибудь бомбить? Или же все-таки, скажем так, ограничится судебными исками Китая на 20 триллионов? Его не будет, безусловно, не будет никого бомбить, потому что все-таки, с моей точки зрения, несмотря на такую риторику Трампа, когда он там начинает Китая ругать, еще кого-то ругать, Россию ругать, все-таки я считаю, что для Трампа главным врагом является глубинное государство. Даже не для Трампа, а для тех представителей производственного капитала, которые его выдвинули. И вот мне кажется, что главная война в самой Америке на сегодняшний день. И в этом смысле, наверное, вот эта эпидемия, в кавычках, коронавируса, она запущена для того, чтобы дестабилизировать оппозиции Трампа. А Трампу точно этот коронавирус не нужен. Ну, поживем, увидим, безусловно, что уже 20-й год – это год президентских выборов. И если мы, скажем, посмотрим, что было в апреле 2016 года, посмотрим на американские газеты и журналы, то увидим, что там предвыборная кампания – топовая тема, и других тем нет. Посмотрите на сегодняшние американские газеты и журналы. Топовая тема – это коронавирус. И президентская кампания, как таковая, находится где-то в самом низу, в самом подвале. То есть, в общем-то, Трампу не удается пока раскочегать предвыборную кампанию. И я думаю, что реально он может заняться предвыборными делами только не раньше середины лета. Вот реально так. То есть, это, с моей точки зрения, конечно, подножка Трампу. Первая подножка – это попытка импичмента, которой не удалось. А вторая подножка – это коронавирусная истерия. Я даже не исключаю, что там подыгрывают глубинному государству по части вот этой статистики инфицированных граждан, инфицированных коронавирусом. Может быть, даже где-то этот коронавирус и подбрасывают для того, чтобы как-то немножко оживить, в кавычках, ситуацию. Но, в общем, ситуация именно такая. Поэтому сегодня надо внимательно следить за ситуацией в самих Соединенных Штатах. Вы знаете, сейчас неожиданно многие стали обращать внимание опять на вот этот самый супервулкан Ел-Эстоуни, Ел-Эстоунский национальный парк. И действительно, в последнее время толчки стали очень регулярными. Тут важна даже не глубина этих сейсмических судов. Ну, это происходит каждую весну и каждую осень. Уже много лет, я тоже смотрю, это есть такая закономерность. Каждую весну и каждую осень происходит усиление. Я хочу сказать, что в этом году как-то американцы стали более пристально следить за этим супервулканом. Понимаете, американцы как-то стали действительно чувствовать, что в Америке может прийти кирдык. Сейчас люди из предвыборного штаба Трампа неожиданно вспомнили про этого дремлющего пророка Кейси. Все американцы знают такого дремлющего пророка Кейси, который жил там в первой половине прошлого века. Умер он в 1945 году. Он находился в состоянии транса, такого сонного состояния. Значит, только с середины 1943 по середину 1944 года он выдал несколько тысяч таких вот откровений. Все это снеграфировалось, все это складировалось, сейчас все это распечатывается, расшифровывается. Так вот, значит, мысль-то какая сейчас циркулирует? Что 44-й президент США — это последний президент Америки. А дальше уже такие толкования. Значит, либо Америка распадется, либо Америка не распадется, но из пакс-американы превратится в обычное государство. Ну и третий вариант — Америка исчезнет физически, если вот этот самый супервулкан неожиданно начнет извергаться. Конечно, Трампу выгодна вот эта версия спящего пророка Кейси, потому что Трамп считает себя 44-м президентом. Если кто-то другой будет избран в Белый дом, тогда он окажется 45-м. А если он будет 45-й, значит Америки кирдык. Вот такие штучки сейчас будут использоваться и уже используются в предвыборной кампании. Но ведь это не научно. Это же, извините меня, конспирология, что угодно. Но это не имеет отношения к естественным наукам. Человек произошел из обезьяны. Ну? Ну, так если убедили людей, что человек произошел из обезьяны, убедить, что Америки будет кирдык, если будет 45-й президент, это намного проще. Ну, понятно, но зачем все это делать? Вот непонятно. Если, значит, им кирдык, ладно, кирдык, так кирдык. Но зачем итальянцев травить, испанцев вообще в Европе устраивать такой кипиш? Ну и главное, во всей этой истории, скажем так, есть событие, да, вот любое событие, 9-11, 11, там, значит, 11 сентября. И вот это, это некое событие, которое предполагает какое-то развитие. Мир станет другим. Уже понятно, что большие города – это проблема. Большая проблема. Америка в большей своей части одноэтажная. Мы с вами это видели, знаем, как это на самом деле. И там понятно, что сити, ну, могут опустить в связи с этой новой обстоятельствой. Но как быть в России и в Европе, где много городов, урбанистические такие центры, концентрации, рабочая слабода вокруг какой-то мануфактуры, и работный люд ходит работу работать. Ну, сейчас в Москве не больно-то много мануфактур, но офисный планктон есть. Хотя для него, наверное, сейчас тяжелые времена. Вот ваша точка зрения на вот этот процесс, с точки зрения глобальной цивилизационной парадигмы, вот окажет этот вирус на идею, что надо 10 мегаполисов, и больше нам ничего не надо. А остальная территория, бог с ней. Или же все-таки сейчас до людей начнет приходить осознание, что малый и средний город, или даже какая-то продвинутая деревня, это в данной ситуации вопрос выживания? Ну, конечно, люди интуитивно чувствуют. Хотя, в общем-то, мудрые люди на протяжении многих веков объясняли, что городская цивилизация, она противоречит природе человека. Я вам должен сказать, что городская цивилизация зародилась еще в допотопном мире. И первый город был основан Каином. И назван по имени сына Каина Еноха. Это был первый город в истории человечества. Почитайте первые главы книги «Бытие», там все подробно описано. Каин и его, будем так говорить, дети, внуки и так далее. Это особая век мировой цивилизации. Они ведь оградились от остальных людей. Город — это слово «ограда», между прочим. Так что есть смысл задуматься над этимологией слова «город». Ну, как бы там ни было, мы сейчас живем с вами в условиях капитализма. Классик марксизма в «капитале», кстати говоря, не использовал слово «капитализм». А синонимом слова «капитализм» было словосочетание «буржуазный строй». То есть «буржуа» — ключевое слово. А что как «буржуа» в переводе? Это городской житель. Понимаете, там, где капитализм, там город. Где город, там капитализм. То есть антигумраны, античеловеческой природе капитализма, я надеюсь, мы говорить не будем. Да, но тогда получается что? США уходят от капитализма, если они уходят в одноэтажную Америку? Ну, к сожалению, я вам должен сказать, что одноэтажная Америка, она действительно была в буквальном смысле одноэтажной, где-то до примерно 80-х годов XIX века. Первые дома высотой более 10 этажей появились в 80-е годы XIX века. Я изучал этот вопрос. Первые небоскребы появились только в начале XX века. Так что это действительно уже переход американского капитализма в его высшую и последнюю стадию. Монополистический капитализм или империализм, выражаясь словами классика. Ну, небоскребы и в Москве строят Москва-Сити тому пример. Вот на ваш взгляд, вот это вся... Это не просто высотные знания. Обратите внимание, символика, это сатанинская, между прочим. Это же ведь тут такие смыслы. Но не будем сейчас на эту тему. Хорошо, давайте не будем на эту тему, но поговорим тогда о том, что мы копировали до сих пор подходы цивилизационные, Западной Европы, Америки. То есть цивилизационно мы говорили, да, мы европейцы, у нас выбор европейский, дети элиты в Европе, в Америке. И возьмите нас в свое буржуинство. Но сейчас... Как и что мы говорили, это они говорили. Это они говорили, те, которые нарвались на власти. Но сейчас известный факт, дети многих высокопоставленных чиновников, элитки, они спешно возвращаются в Россию из Америки. Это раз. Второе. Сама парадигма вот этих концентрированных мегаполисов, о чем говорил Собянин, говорили многие другие наши либералы, что надо построить вот 10 мегаполисов на всю Россию, ну и несколько ферм. Вот и как бы все. Вот эта ситуация, которая сейчас произошла с вирусом, на ваш взгляд, она как-то вот поменяет в головах, что большой город – это большая ловушка, которая в условиях пандемии и биологической угрозы становится практически братской могилой. Ну, вы знаете, хотелось бы в это верить. Хотелось бы в это верить. Меня иногда там люди спрашивают по поводу того, брать или не брать ипотечные кредиты. Но у нас же ипотечные кредиты для покупки квартиры. Покупки квартиры, как правило, в многоэтажном доме. А многоэтажный дом находится в каком-нибудь мегаполисе. Я говорю, ну, обычно молодые меня спрашивают. Я говорю, ну и что, вы заранее себя загоняете в эту мышеловку, в эту ловушку? Ну, пытаюсь с ними как-то обсуждать, что есть какие-то другие альтернативные варианты. Ну, хотя бы там ближнее Подмосковье, хотя бы там 6 или 10 соток – это уже что-то. Ну, пока, к сожалению, молодежь меня даже просто не понимала. То есть вот их приучили к такому городскому образу жизни. Но я думаю, что, конечно, в этом году настроения поменяются. Настроения поменяются, и люди, наверное, будут стремиться продавать свои квартиры и как-то переезжать куда-то в менее населённые территории. И желательно, чтобы было не только жильё, но и была земля. И была земля. Собственно, это вот единственный такой правильный способ существования человека на земле. И была бы коммуникация, широкополосный доступ в интернет и коммуникация физическая, то есть логистика, доставка через почту товаров из интернет-магазинов. И у них была квалификация, их подготовка достаточная для удалённой онлайн-работы. И так получается. Ну, знаете, на самом деле, конечно, необходимо вырываться вот из этих сетей интернета, из вот этих сетей финансовых и прочих коммерческих отношений. То есть, безусловно, что это сети, которые... Так что, натуральный обмен, что ли? Натуральный обмен, что ли? Я тебе кусок мяса, ты мне, значит, мыло потом... Мы так далеко зашли в этом самом общественном разделении труда, выражаясь словами классика, что мы уже даже не понимаем, а как же это жить-то без обмена? Ну, конечно, обмен какой-то был, причём сначала он был случайный, как вы помните, из политэкономии, да. Так что, ну... Вот здесь мы выходим на очень-очень важный момент. Если меняется структура вот социума, да, он переходит такой в одноэтажный вариант, и меняется система отношений, то меняется и система ценностей, мерила ценности или меновой ценности, стоимость, меновая стоимость услуг между гражданами. Вот, на ваш взгляд, хозяевам денег, ведь это же невыгодно, если появятся какие-то альтернативные платёжные системы, не основанные на их фиатных деньгах. Понимаете, вот мы с вами начали разговор с Бреттон-Луцкой конференции 1944 года. Я хочу сказать, что Ямайская конференция 1976 года, которая вроде бы уничтожила Бреттон-Луцкую, но на смену ей, значит, дала жизнь Ямайской системе, это ещё более страшная система, потому что фактически отменён золото-долларовый стандарт, фактически, значит, появилась возможность печатать зелёную бумагу без каких-либо ограничений. Золотой тормоз с печатного станка ФРС снят. И единственное, что это необходимо поддерживать спрос на эту самую зелёную бумагу. Каждый доллар — это очень серьёзный эмиссионный доход для хозяев денег. А для этого необходимо, чтобы всё продавалось и всё покупалось. Поэтому человека последние 40 лет втягивают вот в эти самые товаро-денежные отношения. Конечно, какие-то товаро-денежные отношения были, но сейчас вот эти сети, они стали намного более плотными, чем это было 40 лет тому назад. Понимаете? Сегодня человек живёт в каких-то финансовых сетях, занимается там какими-то инвестиционными операциями на фондовой бирже, постоянно следит там за курсом американского доллара, ну и чего там ещё другого не делает. Посмотрите, например, то, что раньше было бесплатно, а сегодня приобретает цену. Ну, например, природные ресурсы были вообще народной собственностью, не продавались, не покупались. Вот на днях Верховная Рада на Украине продавила закон о том, что, значит, легализуется купля-продажа земли. А это вот тоже, а приватизация, приватизация. Ой, в России это давно происходит. Чего нам Верховная Рада? У нас в России это давно. Я как раз восхищаюсь, что они так долго держали оборону, и тем не менее Международный валютный фонд сломал эту оборону. Вот. Дальше. Так называемая интеллектуальная собственность. А что такое интеллектуальная собственность? Предположим, раньше вы могли выращивать у себя на приусадебном участке помидоры, потом, значит, из этих помидоров извлекать семена и на следующий год опять засевать, делать рассаду и выращивать помидоры. Условный пример. Сегодня вы должны, если вам захочется всё-таки не покупать помидоры, а выращивать, вы бежите за этими семенами в какую-то лавку, и вам даёт одноразовые семена. То есть это семена, которые не позволяют потом уже воспроизводить это же самое растение, эти же самые плоды. Вам опять надо бежать. А потому что это запатентовано, это одноразовые семена, которые принадлежат Монсанто. И Монсанто получает свои роялти с каждой семечки. А вы возьмите, например, последний вопиющий пример. Значит, Министерство финансов, ну, в целом даже правительство Российской Федерации подготовило список системообразующих предприятий Российской Федерации. Ага, там даже букмекерские конторы есть. Англоязычные, да, да. Ну, букмекерские конторы — это ладно, половина, значит, названий этих фирм — это англоязычные. Ну, например, Макдональдс. А что такое Макдональдс? Вот вы приходите в Макдональдс, вы там покупаете какой-то бургер. Вы что, думаете, вы платите за мясо или хлеб? Нет. 90% цены продукта — это погашение затрат компании, которая, значит, заключила соглашение франшизы с головной компанией, которая находится в Соединенных Штатах. И вы платите фактически ройалти. Вы оплачиваете ройалти российской дочке вот этой самой транснациональной корпорации. Каждый год туда, утекая за пределы России, 30 миллиардов рублей — это ройалти, которую вы платите только вот за этот дурацкий, значит, логотип Макдональдс. Я могу до бесконечности продолжать вот эти примеры этого театра абсурда, но мы как-то вот живем в этом абсурде. И хотелось бы, чтобы... Этот театр абсурда — финальная сцена сейчас. Все, все эти рестораны, Макдональдс и общественные места под большим вопросом. Мир изменяется, меняется, трансформируется. В новом мире какие будут новые ценности и новые понятия? То есть, действительно, надо уже отвыкать от всех этих тусовок, публичных каких-то мероприятий и переходить на какой-то новый режим взаимодействия. Или же все-таки все образуется? Понимаете, кризис — это моменты, когда решается вопрос, кто кого, понимаете? Кто кого? А кто выживет, а кто в коммунарке ку-ку? Ну, вы же понимаете, что здесь есть два сценария. Когда побеждают хозяева денег, которые фактически организовали весь этот бедлам под названием коронавирус, понятно, я могу сейчас описать, какие они цели преследуют. Но, по-моему, им-то это как раз невыгодно, вот этот весь кризис, потому что... Это понятно, но они хотели бы, чтобы все были построены, чтобы все жили в казармах, чтобы все прошли вакцинацию. В казарме вирус распространяется, как молния. Вакцинация, как вы понимаете, это медленное уменьшение. Вот это медленное убийство людей. Хозяева денег прекрасно знают, что им не надо 8 миллиардов человек на планете, им нужен 1 миллиард. Вот, значит, создав эту атмосферу ужаса, атмосферу паники, всех построить и заставить всех вакцинироваться. Кто разрабатывает вакцины? Разрабатывает вакцины Билл Гейтс, который, значит, раздает деньги своего благотворительного фонда Билла и Мелинда Гейтс. Вакцины — это пролонгированные яды, которые убивают человека. Поскольку Билл Гейтс, помимо того, занимался еще компьютерным бизнесом, цифровой тематикой, он неплохо знает тему микрочипов. А здесь будут вакцины, как говорится, в одном флаконе и яд, и микрочип. Вот здесь я с вами не согласен, как человек, который занимался и микрочипами, и даже такой штукой, как на Smart Dust, умная пыль. К счастью, наверное, технологический уровень человечества к этому подойдет лет через 50-70. Пока, слава богу, мы до этого далеко. Он сейчас озабочен тем, чтобы провести цифровую идентификацию населения планеты. И он не скрывает о том, что в этой вакцине будет в том числе вот эта самая пылинка или капелька. Я небольшой специалист, но мне специалисты рассказывают, что это может быть и пылинка, и капелька, которая будет цифровым идентификацией. Но эти специалисты не занимались этим вопросом практически. А главный практический вопрос этой пылинки – чем питать будете и как она будет излучать. Потому что при таких размерах она излучает на очень высоких частотах должна, потому что черт длины волны – это как минимум надо излучатель. А тело на таких частотах является идеальным экраном. То есть, ну, ребят не очень дружат с физикой и радиотехникой. Я с ними дружу. Поэтому я могу сказать, что вот это в ближайшие 70 лет точно не грозит. Вот это фейк, это блеф, это конспирология. Это не имеет никакого отношения к современному научно-технологическому уровню. Потому что питать такое устройство и считать с него информацию – это большая проблема. Физические размеры не позволяют использовать длинные волны. А короткие экранируют тело. Значит, Билл Гейс является конспирологом, да? Я думаю, что эту версию запустили… Нет, вот эту версию запустили совершенно с конкретной целью. Это называется просто дымовая завеса. Заход под чужим флагом, там, отвлечение на негодную цель. Все. То есть, к реальной, скажем так, радиотехнике это не имеет никакого отношения. Ну, законы физики не пишут ни в Госдуме, ни в Конгрессе. Они не могут на них повлиять. Четверть длины – это минимальная длина вибратора. Независимо от того, какие законы физики, есть еще, будем так говорить, хозяева денег, которые ищут любые возможности для того, чтобы обмануть людей. Да, но законы физики они не обманут. Ну, понимаете, на самом деле Николай Сербский говорил, что и законы физики – это очень относительные законы, которые действуют в определенное время, в определенном пространстве. И есть… Ньютон точно. Ну, Исаак Ньютон точно нашел вот это всемирного тяготения. Может, в определенном месте, в определенное время закон всемирного тяготения, закон физики не действует. Не действует, да, абсолютно точно. А вы что, не допускаете существования чуда? Я не допускаю. Я верю только формулам математики, цифры, ну, еще мировому духу. Даже сам Исаак Ньютон, между прочим, он очень много посвятил своих работ богословию. Физика для него это было так. Гегель тоже много чего говорил, и Вернацкий, но сферу подразумевал как некий надсущность, надчеловеческую, да? То есть, фактически вводил понятие Бога только в таком более продвинутом варианте. Владимир Иванович Вернацкий извратил все, что можно было извратить. Я полностью изучал теорию на сфере, да, но сейчас я понимаю, что это, конечно, полный абсурд. Вот здесь у нас с вами противоречие. Вы православный, я правоверный гегельянец. Свидетель секты Вернацкого. Ну, по крайней мере, я так чувствую, Игорь Валентинович, что вы и в существовании чудес не верите, хотя чудеса происходят каждый день. Не, не верю. Я верю в непознанные закономерности, в непознанные какие-то цепочки связей. На поводу этого очень хорошо. Федор Михайлович Достоевский писал, ну, например, там в своем романе, ну, там во многих романах он писал, где человек, находясь в подполье, а, записки из подполья, человек, находясь в подполье, он мучился вопросом. Он говорил так, ну как же, ведь все в этом мире были детерминированы. В конце концов, и поведение человека, каждое движение его пальца и даже каждое слово, которое он произносит, детерминированы, потому что он был так вовлечен вот этим физическим детерминизмом. И в конце концов он начал медленно сходить с ума, потому что он понял, что человек вообще абсолютно несвободное существо, потому что человеку абсолютно ничего не принадлежит. Он запрограммирован. А это страшная вещь. На человека как такового уже нету. Почитайте, Федор Михайлович, записки из подполья. Ну, это софистика, это уже пошла софистика. Нет, это не софистика, это, извините, действительно физика. Извините, это даже ваш любимый Исаак Ньютон говорил, что физика — это самое примитивное знание. А он, на самом деле, Исаак Ньютон. Самое практичное. Очень серьезными вещами, которые, к сожалению, в школе в средней не изучают. Валентин Юрьевич, давайте вот подытожим сегодняшний наш разговор. Вы согласны с моим тезисом, что этот кризис вирусный экономически серьезно повлияет вообще на цивилизационную парадигму? Или же она останется прежней, ну, как-то немножко поколбасит, а потом оно все вернется на круги своя? Вы знаете, я, собственно, с вами согласен, потому что я бы только сказал так, что этот кризис не просто повлияет на цивилизационную парадигму, а этот кризис является еще одним шагом, уже таким ярко выраженным шагом в направлении к тому, что написано в Священном Писании, особенно в последней книге «Откровение от Иоанна Богослова». То есть это уже предпоследние времена. Почитайте, например, 17-18 главы Апокалипсиса. Вот святой Паисий Святогорец, наш современник, он говорил сегодня, говорит, зачем читать газеты, журналы? Открывайте Священное Писание, и там все написано, и там все написано. Но, между прочим, написано это было 2000 лет тому назад. Ну, я так понимаю, что вы человек-материалист, поэтому вы не верите в то, что люди могут действительно проникать туда, где нет ни времени, ни пространства. Но это уже метафизика. Вы физик, а я метафизик, в конце концов. В этом наши различия. Да, но, тем не менее, диалог сегодня состоялся при всем, вот, где-то сходятся, где-то расходятся, это абсолютно нормально, и так должно быть. По крайней мере, мы попытались каждый отразить свою точку зрения, ну а зрители оценят. Собственно, что-то может возьмут у вас, что-то возьмут у меня, и у них сложится какое-то видение будущего. Но, в главном, мы с вами сошлись, что это серьезное изменение парадигмы. Этот кризис оставит большой рубец на цивилизации. Да. Ну что ж, уважаемые зрители, спасибо, что были с нами. Сегодня мы с Валентином Юрьевичем попытались вот в диалоге таком энергичном выяснить все-таки, этот кризис просто так, и это вот как пандемия прошла, и про нее через полгода забыли, или же все-таки он серьезно повлияет на жизни многих людей. По крайней мере, вы выслушали все аргументы, и, возможно, у вас есть свои возражения. Но я хочу сделать объявление. Валентин Юрьевич 14 апреля в прямом эфире ответит на ваши вопросы в программе «Голос интернета». И, соответственно, вы сможете задать свои вопросы и получить ответы. Точное время будет в анонсе, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и ставьте колокольчик. Вы получите оповещение, ну и, соответственно, будете знать, в какое время вы сможете задать Валентину Юрьевичу свой вопрос. А сейчас вы можете подумать, вот после нашей сегодняшней такой энергичной беседы, что бы вы хотели спросить, что мы упустили, что я упустил. Возможно, у вас есть глубокие, серьезные вопросы, вот к ним надо подготовиться. И вот 14 апреля мы поговорим в прямом эфире. Валентин Юрьевич отвечает на ваши вопросы. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова